Так получилось, что когда началась война, все уже оккупировали в Мариуполе, и у нас погибают родственники, это наши родители, то есть это получается наша мама и наш старший брат погибает. Но девочки на то время проживали с ними, а я была в Днепре. И я узнала, чисто случайно от соседки, что наши родственники погибли, дети остались одни у своей подруги. И у меня не было другого варианта, я решала вопрос, как мне их забрать с Мариуполя. Мама с братом и старшим братом, и с детьми пошли на завод за углем и водой. Но в тот момент прилетает ракета и убивает маму с братом, а сестра чудом остается живой. Брата сразу плитой накрывает старшего, а маму засыпает землей, но она еще остается жива. Она умерла на следующий день. То есть у меня получается сестра 25 марта пыталась ее откопать. Она откопала ей лицо, чтобы она хотя бы могла дышать. 26 марта они приходят утром, мама еще живая. Они ее раскапывают, и в то время, пока они ее раскапывают, она уже умерла. Средняя сестра вместе с маминой подругой и с младшей сестрой, они положили ее в тачку и повезли ее похоронить во двор, в своего же дома, на задний двор. С апреля месяца начинаю их искать. То есть поиски были сильные, я искала и днем, и ночью. Я делала посты в инстаграме, в соцсетях. Я писала письма разным людям, кто мог помочь. Фонды, там еще кто-то. Потом я чисто случайно написала письмо, я не понимала, кому. Я писала всем, абсолютно. И письмо увидела Ирина Верещук. И она помогла нам забрать детей. И дети находились в Париуполе. Я писала МЧС ДНР, чтобы детей перевезли, эвакуировали в другой город. Они говорят, у нас нет места. Мы, скорее всего, их забирать не будем. Я говорю, как это так? Нужно детей забрать срочно, потому что у них нет родителей. Их перевозят где-то через недели-две в Новоазовск, в больницу. У них оказался лишай, им делали обследование. Потом через, наверное, так же недели-две их перевозят в Донецк. Но в то время я уже собирала документы, я уже оформила опеку, мне нужно было просто выезжать. Но так сложилась ситуация, что я попала на операцию за неделю до выезда, приблизительно где-то, может, даже за две. И мне нужно было восстановление какое-то. И это все тянулось на две недели, даже три. Для того, чтобы мне их нужно было забрать, мне нужно было сначала оформить опеку, а потом, когда ехать, перевод сделать на русский язык. Потому что без русского языка там документы, не документы. София забрала все документы, и она здесь все их фотографировала. Я показывала в службе по делам детей, в общем, везде, где нужно только было, что мне нужно оформить опеку срочно. И мне быстро действительно ее оформили. Я собрала все документы, я поехала через Польшу, Литву, Латвию, Россию. Я выехала, доехала до Донецка, но на обратном пути, когда мы уже с детьми ехали, мне сказали, что выходите с автобуса. Единственное, я со всего автобуса. Взяли мой паспорт и говорят, а вы проходили фильтрацию? Я говорю, я не проходила фильтрацию. Они говорят, вам нужно проходить фильтрацию, возвращайтесь обратно в Донецк. Это паспортный контроль был, чей фильтрационный, как-то так. В Донецке, с выезда из Донецка. Я говорю, этим двум мужчинам-то были. Я после операции, я еле хожу сейчас, мне восстанавливаться тяжело очень. И двое детей под опекой. Мне нужно просто выехать домой. Все, мне больше ничего не надо. Ну, и на этой почве я немножко, конечно, растрогалась, начала плакать. Был очень сильный контроль. Телефон у меня взяли на проверку, смотрели всю информацию в телефоне. И мы с детьми спокойно выехали обратно. Доехали, опять же, через Польшу, Лидву-Латвию. В общем, все это обратно объехали. Трое суток мы ехали туда, трое суток обратно. В первую очередь, они были рады. Конечно, по ним видно было, что они немножко истощены. И физически, и морально. Как-то такое у них состояние было не очень хорошее. Нет никого уже там вообще. Ну, взросленьков никого не осталось. Девочек папа погиб еще в 20-м году. Мой в 14-м году. Ну, мама, получается, вот в марте. Нам уже как-то тут спокойнее, если честно. Я бы вернулась в Мариуполь, если бы не было войны. И то, а смысл возвращаться туда? Там лишние воспоминания о том, что произошло в Мариуполе. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ